добрый добрый да ребят приехал в школу сейчас пойду отчекаюсь так две минуты о нет все уже сейчас это близко вот и все прохватник немножко на улице ладно все уже работаем надюх наверно уже здесь свет включены наши нашу втором классе может и не выключался сейчас еще расскажу нет надюх еще нет ну что обычно она пораньше приходит сейчас расскажу вам что подожду столь над снимать машин ой неделю уже отработали работа с мальчишками работа сейчас за мальчиками красота никаких проблем а тот помните у нас который был такой дрался который я отказался мерседес так не отказался не хотела работа так злилась она не хотел но так надюха что-то звонит найдю позвонил говорит ты отчекался или нет ой я говорю да то у нас иногда программа сбой бывает откроешь программу а не можешь отчекать а время же подходит и приходится бежать туда на фронт ну ладно у нас не смогла она сказать она думала что мы сейчас начнем язык типа ей говорит говорит начальству что он а уж так долго работает пиши репорты я писал 7 репортов как только начинал там руками махать там драться или кого-то толкать я писала репорт потому что то что мы должны делать чтобы как если что-то серьезное произойдет скажу здрасте он такой ангел война на него ни одного репорта нет а в итоге получается как бы во первых если такие дети пятницу был ужасный день это всегда когда у него доктор док приема доктора утром мать его прям от доктора на его бегом везет в школу а он тот ребенок у которого вот вот все по полочку то он пришел в школу он идет вот как все у него как рутинно вот одно и то же вот одно и то же не удачно повторяться не иногда у нас например учитель и нет и кто-то другой это все для него уже конфьюз он не может например не пойти на арт-класс потому что это у него рутин и вот мать его в пятницу привезла и он пришел уже на второй урок он пришел на арт-класс надюх подъехала и он тут же начал драться он mercedes sb излупил виве стукнул а пришел сюда в класс к нам меня толканул маринку толканул марсед вообще прижал к стене так и и как бы бил вот ну как толкала об стену и не знаю на возможности на работу не придет ну ладно пойдемте в класс мы вам с надюхой дорасскажем ну все сейчас расскажу вам ну и все и в пятницу надо я рассказываю про пятницу как у нас с эндрю то ну и все он ее так из лупа сел меня я считаю кроме надюхи по моему он остальных всех да и это и он всех ну как тоже право а мы и мы короче пошли все надо сейчас мы пошли все написали репорты кроме mercedes она одна не написал мы все написали его потом позвонили его мать забрала домой mercedes ушла домой она была злая на надь когда зашла после прогулки она же с этим вот листочком где переставлять она зашла и встала прямо от двери так встала кинет ее на стол и матершиной поперла я такая я говорю мерседес ты нормально у нее прям лицо черное она такая вся не говорит не говорит и репорт не написала репорт не написала ушла домой а надюха ей звонит это написал быть мерседес как ты она виду мне очень болит голова и вот спина ночью на малюсенькая а там этот щит стоит где у нас за защитом а как этот огнетушитель за стеклянным щитом ну как бы все равно не ровно да какая рельс урон не ровно тебя стену так он своим телом высокий она вот так тему и он ее так бум к стене бум ее к стене все очень женщине 60 с лишним лет и вот не знаю что надеюсь сказал я понедельник эту больницу репорт сам главный написала что есть сейчас у нее чуть серьезная у тебя репорта даже нет что кто тебя сделок и как бы поэтому я больничный не могу больше да а это школа бы оплатил потому что это такой как бы случай нас вот например раз ее отпустили тогда с работой и оплатили потому что как бы это такая ситуация была она такая вся работа она с ними будет так как бы у нас учитель так решил почему-то мы подумали если вдруг может откажется то придется степени работа степень такая нате он он да она когда беременная была один на один с таким ребенком надо убирать уже он каждый вот с каждым вот этим акцидент да когда с ним он более агрессивный он мальчишку прям вот излупил по дороге ребенок идет просто так идет в класс и и пофиг и такого ребенка вообще надо убирать другую школу другую школу где с ним должны работать уже как там больше народу сто процентов сто процентов сто процентов вот сейчас каждый раз мы пишем репорты описываем когда в какое время где он тебя толкнул как стукнул куда в какое место есть ли у тебя какие как бы тебе надо ли обратиться к врачу видишь как над марсеза написал сказал да я хочу мне надо обратиться к врачу тебя даже репорт нет вот чем дело сейчас не дай бог вот так вот сейчас надо будет ей лечение какой-то она и придется самой оплачивать ну да да есть только что она в таком как бы оправдание найдут а вот интересно здесь есть видео чтоб можно было видеть над вот я тебе говорю наш класс не видно у нас есть ты думаешь ее видно будет хорошо вставляйте работа у нас ну так вот если честно вот не он да еще знаете что я например как вижу слишком много вокруг него крутится аю а он не дурак о он очень умный парень он очень умный парень и они все к у него вот что он хочет что он хочет давайте будем будет делать только как он хочет не как другие дети а как вот он из всего класса выбирать его около него два человека должны кружиться а на кого-то вообще внимание никто не обращает а сейчас пойдем вместе расскажи что ты ешь я фаршировала перчики болгарские просто рыбку порубила горбушу и перловку пахнет вкусно а я делала творожок а я делала творожок кстати такой получился смотри какой собрала в кладби все чтобы ну как молочку всю да и быстренько заварганила и так но кстати получился он с фруктиками яблочек нарезала ну короче я уже скинул то что я набрала на вики и шин бананчик и девки пошла волна у меня собаки а потнен был стричься четыре часа а я домой не поехал зачем думаешь я думаю пару часов а там четыре а в омарте было три часа наверно ну два сто процентов я была бы обошла все полки и ты думал что-то взять мне вот как иногда как попить что-нибудь такое сладкий охот напиток смотрите вот этот овощной сок он в основном как томатный томаты а это спайси я взяла малюсенькие да она такой ас как прямо острая думаю взять вот так-то иногда вроде есть не хочется а попила вроде как бы сыт все равно здесь калорий есть 30 калорий в одной попробовал просто но и стиль стопила айца попробовал ой очень перченый я взяла их смешал вдвоем такая вкуснятина а знаете кстати вот из этого если честно делать это владимир идеально ничего добавлять уже не надо ну не не я имею ввиду как добавлять всякие спайс ничего не надо вот это прям идеально сейчас вот здесь в каждом только один поинтс так два очень хороший напиток мне прям нравится ну вот так что сегодня смотрим с этим а это стефани будет третьим то уж на уйдет это нет спрашивайте мерседеса учительница по художеству нашему я так как бы она ушла это она горит пятницу еще ушла после это что случилось на че случилось она же ничего не знает я гонут помнишь горожи начал ее здесь колошмать потом виве стукнул я не видел а может и никто не стукнул я не видела ну за счет я уже как бы чтобы она может быть а может быть мы я не видела я видел про мерседес я остальных север ее я не видел поэтому мне когда я не видела не могу говорить то что я не видела а может быть я ушла раньше но я сомневаюсь она уходит всегда раньше я я позже с мальчишками ухожу девчонка мне тем более было ну ладно и она такая я говорю ну и все они пошли гулять говорю он там двоих детей говорю шлепнул пришел сюда в класс на меня налетел на маринку гуэр как бы начал это в коридоре вере ребенка говорю тоже как бы сумасшедший игр потому что варю полопытно зачем мать привела прекрасная что у него есть определенные рутину как приходит тут у него как он приходит первое что он делает он своего чемоданчика это портфель достает свой ланч складывает breakfast коляску вот то что он должен есть когда дойдем в кафетерий у него вот все свернешь с дорожки все он сумасшедший потому что нельзя не наше он по времени ему надо ходить по времени у него все расписано четко если у нас меняется что-то все он сумасшедший и зачем мать привела его в средине школы что я на 2 благо для чего очень понятно ну и вот она опять говорит когда это придет по почему она никогда не со мной не связывается похода на завтра будете когда она придет будет с ней связываться потому что она очень много он написал ей текст месседжи и она говорит она спрашивала насчет ходьбы что нам делать и я там и она говорит позвони мне через 3 минуты я тебе объясню ну вот я не знаю что она поговорила и что она ей сказала ну Стефани говорит вроде ей сказали предлож хочешь на компьютере или хочешь идти естественно он выберет идти он скажет компьютер он будет одно за другим ему это это не тот ребенок которым надо выбор давать я вообще не понимаю во первых специалист она хотя бы один день полностью провела бы с ним вообще возьмись с ним поработай один день полный день только ты только ты а не смотри как он туалетом пользуется чтоб он не обращал внимания ни на кого только это и походим по этажам походим да и она меня спрашивает сколько лет мы еще здесь в школе вон мои ангелы она говорит знаешь в чем конечно может я устал я говорю я не понимаю почему она когда я отказалась тоже мы с ней с прошлого года работаем с ним мы с прошлого года почему это отличный был бы повод уйти нам обоим это отличный поиск когда мы поработали нормально давайте я почему отказалась почему ты не сказал бы давай сюда поменяем и мы немножко возьмем обе бреки нет ничего такого бы не было она ждет кто-то за нее должен сделать это нет никто не будет делать тоже никто не хочет ну что-то хочет мари не хочет она говорит я ведь не буду с ним больным удохться никто не хочет с ним работать потому что с ним надо быть всегда таком этом напряжением напряжение все надо за ним смотреть то он идет он может просто идти растут и кинуть а стул муж кого-то попасть поэтому ты должен быть всегда на чеку надо забирать эти ходьбы пашку ну и опять видишь я маринке говорю марин я когда ходила я ведь чуть ли не бегала потому что я должна видеть где он и знать может кого он стукнет кого-то я должна это видеть она такая ну прям он от меня убежал я пошла здесь сократила его здесь жду вот видишь я говорю марин ты не видишь что он делает это неправильно значит мы должны говорить мы не успеваем за ним бегать значит мы не должны ходить потому что я не вижу что он делает я не вижу потому что это просто физически невозможно да нет конечно 17 лет не пари и мы три раза старше да мы садислав все 4 4 да куда это наравне что он бегать а он бегает лиц на ноги ну ну куда вот мы вот так вот с ним вот это вообще неправильно надо менять конечно правило менять это шейн тогда он только пришел на 14 лет был он экспериментировал как его первая работа и он здесь первый студент как бы хай-скул так пришел для него все новое он каждый год более агрессивный становится он шейн делает марафоны калон спортсмен да естественно бегать по этажам не бой сам и придумал программу сто процент а потом остался теткам старым да и стефани говорит ты чё борис нет проблем ходить ты чё это очень тяжело мы все старые дай-ка у нас дела на работе не знаю что будет но сегодня видишь хани был нет ее нет ни сюзи нет секретарш кого еще нет ну ради сами все это марселис и этой худой блондинки кстати ее что-то на той неделе я не видела ты видел я не видел и сегодня ты видел показалось как-то она сегодня на саблась стоит не кормит и на уж кто-то из них ладно ребят будем продолжать ланч какие новости про наших детей мы расскажем это будет нормально отдохнули начинаем сейчас заново готовиться к отдыху следующему к апрелю и горюшки поеду точно может быть еще я горюшки поеду не может быть поедем луизиану брату я своему город да я сплетаю среди недели к римке а потом мы можем с тобой ну мы же на машине поедем собаку возьмем я могу у меня три есть персонала дни я возьму их все три и плевать мне и мы поедем с тобой в любое время мы можем выехать я прилетел на съезде не можем вылить выехать и всю я бы тоже с ним договорился нет его начать мне я тоже договорился ребенку что я приеду это куда логично просто просто сказал ладно ребят давайте до встречи